В данном уроке я покажу, как пользоваться поисковиком DLE-сайтов. Нажимаем кнопку «Поиск сайт». В поле строка «Запросы» пишем запросы, которые мы хотим найти на сайтах. Я подготовил три запроса. То есть поисковик будет искать такие сайты, на которых есть вот эти три фильма. Указывая количество страниц, которые я хочу проверять, нажимаю «Поиск». Вот это количество страниц означает, сколько страниц выдачи Google будет проверять программа на одной странице. 100 результатов. Максимум можно указать 10 страниц, так как Google не выдает более 1000 результатов. После того, как поиск выполнился, все сайты, которые были найдены, добавились в таблицу. Не факт, что все сайты – DLE. Для того, чтобы определить это, нажимаю кнопку «Проверить». Пока выполняется проверка, объясню, зачем нужен каждый столбец. URL – это адрес сайта. Статус. В этот столбец после проверки будет записано, DLE – это сайт или нет. Либо возникла какая-то ошибка в процессе проверки. Столбец В – это посещаемость, то есть сколько человек заходит на данный сайт в сутки. Четвертый столбец – дата. Множество DLE-сайтов заброшенные, то есть на них не публикуются новые новости. С помощью этого столбца можно отчислить такие заброшенные сайты. Столбцы, заголовки, ключевые слова позволяют нам отфильтровать сайты из всей базы только нужной нам тематике. Например, только фильмы, только игры, только софт и так далее. После того, как проверка закончилась, в столбце статус появились надписи «DLE-сайт, не DLE-сайт», свидетельствующие о том, является данный сайт DLE или нет. Нажимаем кнопку «Добавить в базу». Программа добавила в базу все сайты, которые являются DLE. Точно так же поступаем и с другими запросами. Например, если вас интересуют сайты, на которые можно рассылать софт, в строку запроса вписываем нужный запрос. Нажимаем, указываем количество страниц, поиск, проверка и так далее для всех нужных, для всех интересующих.